Иркутская область испытывает дефицит кадров, в том числе из-за частичной мобилизации. И вообще говорят о производственном туризме, который хотят сейчас возродить, что такое производственный турист. Это берут людей 8, 9, 10 класс и начинают их привозить на предприятия, показывать, как это все работает. Кадровый голод на российских фабриках и заводах достиг уровня 1996 года. Рабочих, по данным Института экономической политики России, не хватает на более 40% предприятий. Чтобы справиться с нехваткой рук, диктатор Путин поручил использовать труд детей. Мы, соответственно, думаем о своем будущем, о будущих сотрудниках. Дети, приходя на предприятия, не знакомятся с предприятиями. Подростков по замыслу Кремля можно привлекать для выполнения так называемых временных работ. Из бюджета на это выделяются миллионы рублей. В этом году на трудоустройство несовершеннолетних выделена рекордная сумма из областного бюджета 21 миллион рублей. Это почти в два раза больше, чем в прошлом. Кроме того, следует упростить прием на работу граждан в возрасте до 18 лет, сказано в поручениях Путина. Но теперь для заключения трудового договора потребуется только согласие одного из родителей, ну или попечителя. На омских предприятиях оборонно-промышленного комплекса острая нехватка специалистов. Статистику сегодня опубликовал региональный Минтруд. 300 школьников только в Омской области этим летом трудоустроили на оборонные предприятия, чтобы вести путинскую кровавую войну в Украине. В России такие заводы работают в три смены. Вот здесь школьники не просто сидят за столами, им доверяют микроскопы, резонаторы, какие-то установки. Преимущество детского труда – его дешевизна. На фоне эмиграции, мобилизации школьники и заключенные становятся основной рабочей силой в России. На сегодняшний день у нас уже трудоустроено чуть более 4 тысяч несовершеннолетних. Условия труда для несовершеннолетних не могут быть вредными и опасными. Детей российские чиновники эксплуатируют с первых дней вторжения. Ученики школ бесплатно занимаются снабжением российских оккупантов. Несколько секунд и лоскутки ненужной ткани обретают вторую жизнь и превращаются в маскировочные сети. Пока одни ребята нарезают ткань, другие завязывают ленты. На базе школ создаются трудовые отряды, где ученики массово шьют одежду для российских военных. Балаклавы, нижнее белье. Почти в каждом учебном заведении Тувы функционируют так называемые кружки, по масштабам похожие на целые фабрики. Ребята из трудового отряда города Красноярска, выражаю вам благодарность за ваш труд, за ваш вклад. Всем огромное спасибо детям школы-мастерице города Красноярска за клевые футболочки, за поддержку солдат. Шибер, дети. А, это прям сами шибер. Дети шибер. Они сами краили. В это время несовершеннолетние студенты собирают беспилотники, которыми российские военные атакуют украинские города. А Лабуга стала частью российского ВПК. Из расследования журналистов издания «Настоящее время» стало известно, что в колледже Алабуга Политех дети изготавливают иранские беспилотники «Шахид». В Алабуге организовано беспрецедентное производство иранских дронов. Только сейчас, на первом этапе сотрудничества, ангар занимает 40 тысяч квадратных метров, или примерно 6 футбольных полей. Однако стать опорой для российской экономики неопытные и необученные школьники не способны, уверены экономисты. Заменить таким образом высококвалифицированных специалистов не получится. В Министерстве промышленности и торговли ранее признали, российской экономике не хватает 660 тысяч работников, а кадровый ресурс исчерпан и локально, и стратегически.